Обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на мировой энергорынок, об этом заявил Александр Новак. По его словам, любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону, сказал вице-премьер на Российской энергетической неделе. Обсудим тему с экспертом. С нами на связи руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко. Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Израиль и Палестина, скажем так, не самые крупные игроки рынка. От чьих действий сейчас зависит дальнейшее перераспределение энергетического баланса, о котором говорит Александр Новак? Ну, вы абсолютно правы. Израиль и Палестина не представляют из себя крупных игроков на нефтегазовом энергетическом рынке. Тем не менее, есть один компонент. У Израиля активно наращивается добыча газа на морском побережье. Соответственно, Израиль превратился в страну поставщика газа, в том числе и в Египет. В региональном масштабе сейчас остановлены все проекты, прекращена добыча газа на шельфе, потому что там, по сути, идет военная операция. А что касается последствий вообще более глобальных для рынка, то, естественно, Палестина – это некий анклав, который поддерживается крупными игроками в арабском мире, соответственно, на Ближнем Востоке. И вот подключение этих глобальных игроков к конфликту и представляет из себя самую прямую угрозу для рынка нефти, поскольку Ближний Восток – это один из крупнейших нефтеносных регионов, откуда идет практически вся нефть по Юго-Восточной Азии и, соответственно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В случае подключения этих стран для кого сейчас риски наиболее высоки? Ну, опять же, это все, можно сказать, конспирология. Тем не менее, есть много сейчас в СМИ информации о том, что Иран поддержит активно действия. Ну, как бы тайно, но при этом, как бы, явно там администрация Соединенных Штатов обвинила уже, по сути, представителей эстеблишмента американского Ирана. Ну, соответственно, есть другие страны соседние, которые есть Ливан, есть Сирия, через которые могут идти какие-то определенные, да, вот сейчас действия. Ну, вот, наверное, вот этот весь регион, там есть Саудовская Аравия, которая сейчас находится в достаточно дружеских отношениях с Ираном, впервые за всю историю подписав соглашение. Вот, поэтому скоординированная позиция вот этих стран и, может быть, даже какое-то вовлечение в конфликт, конечно же, придаст рынку большую нестабильность и может толкнуть котировки гораздо на более высокий уровень, чем мы сейчас их видим. И если мы говорим о изменениях на энергетическом рынке, сейчас перекрыт газопровод Baltic Connector между Финляндией и Эстонией из-за утечки ранее обнаруженной. И как это скажется на перераспределении рынка? Кто на этом заработает, кому выгодно? Да, сейчас это достаточно такой, ну, как бы конъюнктурный фактор, который в любом случае влияет сейчас на нервозность игроков, на, соответственно, поведение спекулянтов на энергетическом рынке финансовом. Но, тем не менее, для Европы это неприятный фактор, потому что отказавшись от мощных поставок российского газа, как восточной, так и западной страны Европы, да, они, в общем-то, полностью сейчас зависят от других поставок. В основе, конечно, лежат поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, от других производителей. Ну, и трубопроводные поставки европейские из Норвегии тоже для европейского потребителя сейчас, для европейских компаний являются ключевыми. И вот неисправность Балтийского коннектора, опять же, по каким причинам, сложно гадать, это из разряда конспирологии, то, что пишут сейчас в СМИ, тем не менее, создает нервозность и лишает определенные страны сейчас вот этого подспорья в виде Балтийского коннектора, который поставлял объемы на северо-запад Европы. Спасибо за ваш комментарий. С нами на связи был руководитель Центра анализа стратегии технологии развития ТЭК Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мещенко. Напомню, в ночь на 8 октября операторы газотранспортной системы зафиксировали нетипичное падение давления в морской части газопровода. Финские и эстонские власти сообщили, что произошла утечка. Ее удалось остановить, трубопровод оперативно перекрыли и поставки газа сейчас осуществляются через плавучий терминал СПГ в финском порту Инкоу. Норвежские сейсмологи заявили, что зафиксировали вероятный взрыв. 8 октября в районе газопровода Baltic Connector магнитуду оценивают в одну единицу. При этом сейсмологические станции Эстонии и Финляндии сотрясений не отметили. Что известно о повреждении газопровода Baltic Connector узнаем сейчас у нашего европейского СОПКОРа Сергея Курохтина. Он с нами на прямой связи. Сергей, приветствую вас. Добрый день, Катя. Что пишут европейские СМИ? Много ли там конспирологических теорий, как сказал наш эксперт? Да, безусловно. Особенно в первый день этих теорий было более чем достаточно. Но сейчас уже появились более-менее достаточно серьезные варианты того, что же там произошло. Вы абсолютно правы, когда говорите, что сначала и финские, и эстонские сейсмические службы не обнаружили какого-то сейсмического воздействия. А потом, да, норвежцы сказали, что нет, такое воздействие было. Правда, они не говорят слово «взрыв», но говорят о том, что был некий удар достаточно серьезный, который они зафиксировали. Ну, нужно сказать, что норвежцам здесь можно доверять, потому что это заявил Норвежский институт Норсар. А мы помним, что этот институт был создан еще в 60-е годы американцами. И создан для того, чтобы норвежцы могли, ну, точнее, американцы с помощью норвежцев, могли следить за ядерными испытаниями в России на новой земле. Поэтому американцы всегда заботились о том, чтобы Норсар был самыми лучшими, самыми современными средствами. И до сих пор таковым остается. Поэтому то, что там было какое-то воздействие на газопровод, в этом сейчас сомнения нет. Тем более, что и министр Эстонии накануне, я напомню, Хану Певкур заявил, что у Эстонии есть и фото, и видео газопровода этого Baltic Connector. Но так как его сделали финны, то, соответственно, мы не можем это обнародовать, сказал Хану Певкур. Здесь нужно сказать, что само повреждение на территории, которая относится к Финляндии, экономическая зона Финляндии. Поэтому расследование сейчас проводит финская сторона, естественно, с помощью Эстонии. Ну, как сказал Хану Певкур, ничего сами эстонцы публиковать не могут. Но он описал само то, как выглядит газопровод на данный момент. Он сказал, что да, нет сомнения в том, что это было внешнее воздействие, было некое механическое столкновение, как он сказал. И этот газопровод, эти трубы сдвинули вбок, как он говорит, его сдвинули сбоку. И при этом бетон, а я напомню, что газопровод этот, он закрыт бетоном, трубы там закрыты бетоном. Бетон с труб сорвался, он повредил также эти трубы, причем с одной стороны. И это и вызвало вот ту самую утечку, из-за которой сам газопровод был остановлен. Вот после того, как, после вот этих заявлений, и очевидно, возможно, еще каких-то дополнительных данных, о которых, ну, пока конкретно не сообщается, но вот сегодня уже появились заявления с финской стороны, прежде всего, например, директора центра экспертиз Юка Сава Лайнен, а этот человек уже относится к официальной, к официальной организации Финляндии. Он сказал, что если труба сдвинулась и повреждения с одной стороны, то, скорее всего, произошло следующее. Большой корабль стоит на якоре, затем ветер, возможно, штормовой, возможно, сильный ветер, течение, толкает судно вперед. И якорь этого судна начинает дрейфовать и захватывает трубопровод и таким образом наносит ему повреждения. И это, кстати говоря, очень соответствует тому, что чуть раньше сказал глава военно-морских сил Эстонии Юрий Саско, который тоже изучал все фотографии и видео, и именно он еще накануне сказал, что такое ощущение, как вы знаете, вот, например, вы поливаете огород у себя на даче, да, или где-то, и ногой задеваете шланг с водой и тащите его за собой. Вот какая версия сейчас является, ну, что ли, основной, по крайней мере, с финской стороны. Эта тема сегодня обсуждается и на заседании министров обороны стран НАТО, она проходит в Брюсселе. Но обращу внимание, что и министр Эстонии Певкур, и министр обороны Финляндии Анти Хакканен перед началом этого заседания нам, журналистам, ничего не сказали, сказали, что никаких заявлений не будет, пока они не получат те или иные конкретные данные. Но обращу внимание на то, что Хельсинген Санумат, а это ведущая финская газета, она уже опубликовала данные о том, что в эти выходные, когда все это произошло, в Финском заливе, недалеко от того места, где все произошло... Сергей, прошу прощения, сейчас небольшой технический перерыв, продолжим через несколько секунд. Возвращаемся в эфир и возвращаемся к публикациям. Да-да-да, ну вот как раз вовремя пауза, перед тем, что же там было в этом Финском заливе, как сообщает Хельсинген Санумат, там находилось российское грузовое судно, СГВ-флот. Это судно, как правило, перевозит нефть, может и другие продукты, но, как правило, в последние годы перевозит нефть. И Хельсинген Санумат пишет, что оно как раз там и находилось. Имеет ли оно отношение к той версии, которую изложил Юка Сабу Лайнен, что якорь задел вот этот газопровод или нет? Ну, такого рода заявлений пока еще не появилось. Ну и последнее, что хочется сказать, что, конечно, в начале происшедшего, конечно же, тема России тут же появилась в финских средствах массовой информации. Ну, если не в серьезных, как та же Хельсинген Санумат или в государственной телерадиокомпании Юлий, там этого не было. Но в, скажем так, главных интернет-сайтах, таких как Илталехти и других, тема России сразу всплыла и сразу обсуждалась, насколько это случившееся выгодно России. А вот средства массовой информации европейские, ну, например, те же немецкие, они все-таки, видно, учли уроки истории со взрывами, с диверсиями против Северного потока-1, Северного потока-2, когда тоже сначала, я напомню, первым делом обвинили Россию, а потом уже пришлось им заявлять, что Россия точно не имеет к этому никакого отношения. В общем, уроки явно извлекли, и пока европейские СМИ, ну, воздерживаются от того, чтобы обвинять конкретно ту или иную страну в том, что произошло с газопроводом Балтик-коннектор. Ну, и самое последнее, это то, что, с этим согласны и финские СМИ, что сама эта авария на газопроводе, ну, в принципе, не нанесет какого-то ущерба Финляндии, так как действующий у них СПГ-терминал позволяет закрыть все потребности Финляндии в газе. Если начнется ремонт газопровода, он займет несколько месяцев. В случае, да, какой-то очень серьезной зимы, возможно, в Финляндии и будут какие-то небольшие проблемы, нехватка газа, но они сейчас оцениваются как, в общем, небольшая проблема для Финляндии. Сергей, спасибо вам за эти подробности. С нами на связи был наш европейский СОПКОР Сергей Курухтин. В Крымском СОПКОР XY